Привет, как обычно, в конце воскресенья, в конце недели. Программа «Москва за неделю» о некоторых событиях, которые произошли в Москве на текущей, прошедшей неделе. Ну и, наверное, самыми главными событиями были, конечно же, в сущности, продолжаясь уже довольно-таки давно, особенно активно летом, обновления многих московских улиц, а также зон отдыха, которые на улицах постоянно меняются бордюры, тротуар, обновления проходят проезжие части, где-то обновляются фасады домов, на это в основном центральной части города. Идет обновление инженерных коммуникаций, ну, в частности, вот работы интенсивные, особенно перед выборами, городскую думу, сейчас активизировались, проходят на Горисском проезде в районе Рехова-Борисова, здесь плодут новый асфальт, новые бордюры, также заканчивается работа около Киевского вокзала, на нескольких улицах и площади, примыкающей к вокзалу, около метро Кузьминки, также закончились обновления проезжей части на Новом Арбате, сделали, обновили, фактически делали новую зону отдыха в конце Волгоградского проспекта, около госпиталя ветеранов войн, также фактически закончились уже работы на осеннем бульваре, ну, там обновляли практически все, и проезжую часть тротуара, а также и сам сквер, тоже зону отдыха, которая проходит практически на протяжении всего бульвара, ну, и там же около метро Крылатская, который выходит на бульвар, строит новый торговый центр, ну, может быть, торгово-офисное здание на месте снесенного здания. Также обновляют улицу Тропимова, там тоже работы уже заканчиваются, начали, нашлись работы под Царицынским тоннелем железнодорожным под мостом, который как раз ведет дорога под мостом к главному ходу музея-заповедника Царицына, обновляются и уже заканчиваются, где-то открываются обновленные парки, в частности был открыт Дюссельдорфский парк, углу метро Протиславская, также Самаркандский бульвар, парк Торфянка уже или открыли, буквально или в скором времени уже тоже откроют, в парке Дружба заканчиваются работы, ну, и во многих других тоже зонах отдыха или закончились, или уже заканчиваются работы по обновлению территории. Также идет на многих участках ремонт и замена трамвальных путей, в частности работа проходит на Красно-Казарменной улице, на Угрежской улице, на Солдовском проезде, на проспекте Будюнова, и, конечно же, из-за этого движения трамвая пока на этих улицах нет, и, кстати, пока неизвестно, когда оно возобновится, ну, наверное, на разных участках по-разному, в зависимости от сложности работ, ну, как-то это не оглашается, раньше были какие-то точные сроки окончания работы, сейчас почему-то их обычно не пишут, перестали писать. Ну, и вот в субботу на один день перекрывали трамвайные движения на авиационной улице около метро Щукинская, там тоже ремонтируют трамвайные пути. Также на этой неделе происходит снос складского комплекса Логопром Медведково на пересечении Полярной улицы 31 и Широкой улицы, вот, и там склад, его, очевидно, подожгли, там был сильный пожар, но и там хотят строить магазин «Глобус». Наверное, «Глобус Гурме» эта сеть откроется там на месте уже после сноса остатков складского комплекса. Вот, также сейчас на этой неделе сносили здание, старое здание Академии внешней торговли на Воробьевском шоссе дом 8, ну, и на его месте будут строить новые здания. Там уже есть одно новое здание, новый корпус, ну, и будут, наверное, строить на месте старого корпуса, уже, который, очевидно, не отвечает новым требованиям, вот, уже тоже находится в плохом состоянии, будут строить тоже новый корпус. Также на этой неделе, ну, и кинотеатр «Салют» закрыт на ремонт, вот, он находится на улице Кедрово, дом 14, корпус 3, в пятиэтажном здании административном, ну, при этом сам кинотеатр, он занимает только два этажа, очевидно, первый, первый, второй, вот, ну, и сносить его решили не сносить, потому что, тем более, это не только здание кинотеатра, как, допустим, некоторые другие, которые можно снести и построить новые, а это здание, его занимает много организаций, ну, в том числе и внизу находится кинотеатр, поэтому его просто закрыли на ремонт, вот, очевидно, там будут обновлять все внутренности, новое оборудование ставить и уже приводить его к современным требованиям, ну, и к потребностям людей. Ну, открыть его, хотя и в ноябре, но, возможно, сроки будут сдвинуты, как это часто бывает у нас. Также на этой неделе открылся Леонозовский променад, ну, по сути, зону отдыха на пересечении Углической и Череповецкой улиц. Это в районе Леонозова, недалеко от станции метро Алпуфьева. Этот променад разделили на четыре зоны тематических, там поставили качели, арки с подсветкой, а также беседки, где можно играть в настольные игры. Ну, и, кроме того, также вдоль променада, вдоль дорожек расставили стенды, такой, как музей под открытым небом, где разместили фото, старые фото, ну, и не только старые, но, в основном, старые фото района Леонозова. И из этих фото можно увидеть, как район, таким район был раньше, как он развивался, в 20 веке прежде всего, ну, и уже сейчас, в начале 21 века. Кроме того, также на прошедшей неделе стало известно, что возле возводимого сейчас жилого комплекса Береговой, который я вам показывал, кстати, вот, в пятницу, вот, около, это в районе Филии, вот, будут созданы, ну, фактически набережные, которые будут тянуться дальше. Дальше, очевидно, да, ее будут продлевать, ну, и вокруг, дальше, вот, около жилого комплекса Береговой, как раз она будет проходить, ну, и, возможно, будут ее продлевать и дальше туда, в сторону, уже набережные Тараса Шевченко, как мастерской Петра Фоменко, ну, постепенно, не сразу, конечно, вот, ну, и на это набережные ее отделают, и здесь те вот разные прогулочные зоны, также беговые, пешеходные, велосипедные дорожки, будет причал, кафе, прокат, ну, все, также будет озеленение, в виде деревьев, кустарников, цветов, цветников разных, ну, летом, конечно же, ну, и так далее, разных малых архивных форм, ну, и так далее. Ну, и также стало известно на этой неделе, что на Патриаршем мосту, около Храма Христа Спасителя, на Москве реке, над Москвой рекой, да, этот мост находится, в нем создадут три панорамных лифта, из которых можно будет видеть хорошую панораму, в общем, на центр города, на Храм Христа Спасителя, ну, и вообще на Старую Москву, ну, а под мостом создадут такую площадку для отдыха, ну, такое общественное пространство, где можно будет, в принципе, хорошо проводить время, ну, то, что там и скамейки будут, и обеленение, и так далее, и так далее. Ну, а это пока еще в проекте, ну, пока только лишь принято такое решение, потихоньку будет этот проект осуществлять. Ну, такие, на мой взгляд, основные события, которые достойны внимания на прошедшую неделю, произошли в Москве, вот, наступающая неделя, обещают, по крайней мере, начинается с хорошей погоды, сегодня было вообще до 25 градусов, в некоторых местах припекала почти летняя погода, в начале осени, ну, потихоньку, наверное, гоза будет остывать, но еще несколько погодников, вполне возможно, нам улыбнется, и я желаю, чтобы у вас тоже было хорошее настроение поставить погоде, ну, и независимо от погоды всегда, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok